Спортивный комплекс такого высокого уровня – первый подобный объект на территории Куйбышевского района Самары. Благодаря строительству бассейна в этой части города спорт станет еще доступнее. Сейчас специалисты подрядной организации занимаются внутренней отделкой помещения. Отдельное внимание – чаши бассейна. Рабочие заняты укладкой мозаичного покрытия – главные плавательные зоны комплекса. Продолжают работать и снаружи. Активно готовят площадку вокруг здания к скорой сдаче спорт-объекта. Подготовка уже под асфальтовое покрытие. Половина плитки, брусчатки уже уложена на территории, уже с другой стороны здания. Отделочные работы уже как бы больше на завершающей стадии. Ведутся работы по сборке подвесных потолков, расстановке оконечного оборудования и подготовку уже к пусконаладочным работам и финишной отмывке самого объекта. Строительство новых инфраструктурных объектов остается на постоянном контроле главы Самары Елены Лапушкиной. В этот раз она проверила степень готовности не только нового спортивного комплекса в Куйбышевском районе, но и строящегося корпуса детского сада на улице Старозагора. Возведение здания уже на финишной прямой. Проходит отделка внутренних помещений. Приступили специалисты и к благоустройству прилегающей территории. Кроме строительства ведется и подготовительная работа Департамента образования Самары. Продолжают закупать все необходимое оборудование для детского сада. Кроме этого и ведется большая работа организационная по подготовке нормативной документации для того, чтобы как только данное здание получит разрешение на ввод, мы сразу же ввели его и начали осуществлять образовательный процесс. Новый корпус детского сада номер 332 примет 240 воспитанников. Организуют 12 групп, 4 из которых будут ясельными для детей от 1,5 до 3 лет. Доступность дошкольного образования – одна из приоритетных задач губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и властей города. По итогам 2022 года и началу 2023-го дети от 3 до 7 лет полностью обеспечены местами в детских садах. Этому способствует как открытие новых учреждений, так и возвращение в систему зданий, в которых сады находились раньше. Помогает решать эти задачи национальный проект «Демография», инициированный президентом Владимиром Путиным. Михаил Ермоленко, Николай Пифанов. События.